МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, ешьте, быстрее, а то мне выпуливают пора уже. Папочка, а тебе куда? Много будешь знать, быстро состаришься. Стой, принеси, пожалуйста. Да за деньгами он поедет. Сегодня же день выплаты. Да. И почему ты еще не у меня? Ты обычно за деньгами как бабушки на выборы с самого раннего утра приезжаешь. Очень смешно. Сейчас у меня стадо доест, приеду. Эй, гадышок. Что, опять поедешь, нашу бабку тратить, да? Так, не умничай. Да день тебе. Да я понял. Нет обычных хамиш, когда деньги уже у тебя в кармане. Надо обсуждать все траты на семейном совете. Правильно. Я хочу платье принцессы. А я самолет. А я новую канистру. Так, давай потом поговорим. Что? Какого-то еще нелегко принесла. Здрасте. Володя Бантиков здесь живет? Ну, допустим. А вы, собственно, кто? Я его. Дядя Витя! Пленяш. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Вот так и живу. Сегодня здесь, завтра там. Думал отдохнуть чуток после Южного полюса. Да какое там. Сразу во Владик. А там через Берингов на Аляску. Пока документы делаются, я хоть Москву посмотрю. Я в ней в последнее время реже, чем в Антарктиде бываю. Да, Фельмень? Двое нас с тобой осталось. Бантиковых. Пришел в детдом, а они меня к вам направили. А что у вас с рукой, дядя Вить? Бандитская пуля? Химический ожог. В Колумбии залез в одну траву. Ну, типа нашей крапивы, только еще хуже. Слава богу, только руками отделался. Да. Извините. Может, вас на минуточку? Да, конечно. Вы куда? Я сейчас приду. Нормально, чувак? Зачитанный. Я спрошу прямо. Валяй. Как же ты его бросил-то? Я, конечно, понимаю, что жизнь в детдоме не сахар. Но все-таки лучше, чем жить с таким бродягой, как я. Что мне его по экспедициям с собой таскать? Привет. Здрасте. А я вот по применению лестницы нашла. Очень накопляет ягодицы и сердечно-сосудистые. Главное, совершенно бесплатно. Очень рекомендую. А вы, кстати, что здесь стоите? И где дети? Дети там. А Лида – Виктор. Виктор – это дядя Володя. Очень приятно. Вовочка у вас замечательная. Мы его так все любим. Спасибо. И вам спасибо. КРИК 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 Тихо, тихо. Смотри, Витя. Это что такое было? О, он. Мальчик вспыльчивый. Хорош, хоть без пожара в этот раз. Это моя, моя вина. Я в свое время научил его сигналам бедствия, которые должен знать каждый путешественник. Сигнальные костры, шум. Он воспринял это слишком серьезно, да? Все, молодец. Вовочка хоть по какой-то причине творит разруху. А меня вот никто ничему не учил, а результаты у меня не хуже. Научил, молодец. А что нам теперь делать? Так это же просто. Вова, тревога! КРИК Все, просто. Все, в порядке, молодец. Молодец, молодец. Все, спокойно. Света себе. Да. Деньги лежат в тебе, нет? Ты там заболел, что ли? Мне вообще-то уходить скоро. Извини, да, я скоро буду, извини. Слушайте, мне нужно срочно ехать посиди с детьми, а? Конечно. Я с тобой поеду. Спасибо. Все будет хорошо. Я сейчас все уберу. Теть Витя, я так по тебе скучал. Да, Вовка, как я-то по тебе скучал. Утюг, утюг. Я не уверена, что забыла его выключить, но проверить надо. Теть Витя, расскажи мне, пожалуйста, про ягуары. Про ягуары? Ягуары! Значит, дело было в Африке. Да! О, ну, наконец-то. Ты сегодня с контролирующей инстанцией? Здрасте. Это правильно. Очень смешно. К Петросян не звали на эстраду, нет? Сам такой. Кто тебе будет деньги выдавать? На, расписывайся. Ничего себе. За Леонида больше всех дают. Это значит, когда тебе деньги понадобятся, ты мне ноги во сне отпилишь, да? Ты думаешь, что ты лепишь? Сейчас кто-нибудь услышит, потом растрезвонишь, что я вас калечу. Слышала? Пан Марёс своим детям ноги ломает. Ужас какой. Срочно расскажи всем. Обязательно. Нет, Коль, все-таки ты чужое место занимаешь. Ей-богу. А вообще с утра дождь был, да, дядя Коля подрос немножко? Толь, заменил? Ой! Очень смешно. Девушка, у вас такие красивые глаза. Прямо как у моей мамы. У меня нет мамы. Классный, да? Молодцы. Мы все. Молодцы. Теперь давайте играть. Мы не хотим играть. Мы хотим слушать ваш рассказ про игуанов. И медведей. Медведей? Вова, отдай мне медведя на память. Ты посмотри, какой он старый. Тертый калач, как и мы с тобой, да? А я тебе нового куплю. Сегодня хочешь? Соглашайся. Соглашайся. Пожалуйста. Ну, ладно. Молодец. А давайте все в магазин игрушек, а? Не, я не хочу. Не переживайте. Когда один остаюсь дома, я ничего не жгу и посуду не бью. Ну, поконим. Я тут при чем? Они дети. Раз в месяц покупать им игрушки, это нормально. Копишь? Копишь, копишь. Так у нас игрушек полный дом. Особенно машины. Кто бы говорил про машинки? Это коллекции. На них даже не дышать. Бла-бла-бла. О, смотри. Дядя Илья! Дядя Илья! Ох, как это мы удачно встретились. Только что позвонили из географического общества. Экспедиция под угрозой срыва. Срочно надо быть на собрании. Дядя Витя, ты опять уезжаешь? Не надо. Слушай, может, правда не поедешь? Нет, правда, надо ехать. Геологи из Хабаровска прилетели, они их ждать не будут. Дядя Витя, возьми меня с собой. Мы будем охотиться на есть геологов. Тоже вариант. Будет у вас там сидеть тихо, парень воспитанный. Нет, это невозможно. Дядя Витя, оставайся. Ладно, поехали домой. А что они геологи твои подождут чуть-чуть-то? Да пусть подождут. Поехали. Так, стойте, одеть им игрушки. Так, а... Слушай, а по Сибири ты тоже путешествовал? А? Я говорю, по Сибири. Ты тоже путешествовал? А приходилось-то. Расскажи! Да, расскажи. Это такая скучная история. Поехали, я вам лучше про Новый Зеландский китов расскажу. Поехали, поехали. Давай, давай, давай. А мне трансформеры купили. Мне тоже, только девочка. Спасибо, дядя Витя. Спасибо, дядя Витя. На здоровье. Так, не забываем мыть руки. Ну, а я в туалет. А, дядя Витя. А! А что, медведю тоже приспичило? А, ну да. Слышишь? Иди-ка сюда. Ты в наколках разбираешься? Вот так, а что? Вот здесь черный промоугольник. Что значит? От звонка, от звонка. А ты зачем? Нравится. Держи, ужин будешь готовить. Я скоро вернусь. Эй, Илюха, какой ужин? Я что, похож на кулинара? А я как раз тебе вспоминала. Что-то случилось? Я пришел попросить об одолжении. Прости, конечно. Я по поводу денег. У меня вот сейчас немного. Но скоро зарплата? Я приняту деньги. Я у тебя их сегодня оставлю, а завтра там приду, заберу. А зачем? Ну, игра у нас такая экономическая. Деньги должны храниться в надежном месте. А ты, ты наш, Швейцария. Утром приду. Ничего не поняла. Но если это очень важно... Очень важно. Поэтому я завтра приду и заберу. Спасибо, пока. Ага. И тогда Синий Кит прокричал всем на прощание. Тяжело вздохнул. И поплыл в сторону заката. Теперь мы глазки закрываем и ложимся спать. Да, Волочка, нам тоже пора. А расскажите нам про индейцев. Ну, значит так. Однажды один старый индейец, вождь племени Каманчи, обнаружил у себя пропажу священного воинственного медведя. КОНЕЦ 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 в машинах, чтобы сигнализация срабатывала. Или поджигал? Способный парень. А месяц тому назад мне удалось сбежать. Ну вот, добрался сюда. Решил пока на свободе с Вовочкой повидаться. Да и котлы свои забрать. Ну а потом? Потом? Пошел? Пойду. Поброжу. До первой проверки документов. И обратно на север. В экспедицию. Нет, все, конечно, прекрасно, но так просто ты не отделаешься. Ты его научил, ты его и отучишь. В смысле? В смысле, в прямом. Ты деловой в тюрьму, значит, сядешь, а мы тут с ним жить будем. Давай, придумай что-нибудь. Как им управлять? А, да придумай что-нибудь. Угу. Я спать. В мою комнату. Ты сегодня под наблюдением. Нож. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну как, по-моему, неплохо. А ты вот таким образом его от поджогов отучаешь? Ну да. Хороший день. А вот когда ты в экспедицию очередную поедешь, этим кто будет заниматься? Ну, меня же можно заменить. Кем? Эээ, нет, давайте лучше Толян. А что сразу Толян? Пускай сам себе клякаешь. Ну, хватит придуриваться. Ты же прекрасно понимаешь. Я занятой человек и не могу быть постоянно рядом с Вовочкой. А ты можешь. Я могу? Можешь. Круто. Так что, давай попробуем. Вовочка готов? Да. Ну, что ты? Это же Толян. Я знаю, что Толян, но у него голос противный. Ты, папочка, попробуй. Давай, давай. Так, я сейчас вернусь, и мы продолжим. Что там-то короче? На кухню, сходи, увидишь. Да. Открываю. За мной? Угу. Я, честно, не звонил. Я знаю, я сам вызвал. Зачем? Ты же хотел погулять. Раньше сядешь, раньше выйдешь. А кто там пришел? Гусье. Мне сегодня всю ночь ваши киты снились. Здрасте, вам сюда. Он сопротивление оказывать не будет. Вообще, это он сам вам позвонил, поэтому это смягчающее обстоятельство. Вот. Вы вообще кто такой? Я, я патронатный воспитатель его племянника. И, ребята, у меня к вам огромная просьба. Вот. Ну, вот и мой лимузин. Полиция? А может, вы не путешественник? Вы шпион? Потому что следующая экспедиция у нас будет за алмазами. А это дело уже государственной важности. Можно мы с вами поедем? Пожалуйста, пожалуйста. И я. Нет, нельзя. А кто ж тогда вместо вас тут будет хорошо учиться? Так, все, заканчиваем. Прощание, надо ехать. Время. Дядя Витя, где ты приедешь еще раз? Лет через пять-семь строгого путешествия. Ну, будь молодцом и слушайся дядю Илью. Папочку? Да, папочку. А я, как только окажусь в месте, где будет почта, обязательно тебе оттуда напишу. Договорились? Ну, дай крови-ка. Эх ты. Ну, что, папочка, был рад знакомству. Приезжайте к нам на Колыбу. Да уж лучше вы к нам. Алмаза Павал ждет. Да холодно уже. Пошли домой. Да, Элит? Да. Конечно. Сейчас подойдем. Да, бегу. Вот. Постирала. Ну, вместе с одеждой, в которую положила. Я хотела погладить, потом подумала еще спалю ненароком. Ничего, просушим. Ну, да. Пеном или в микроволновке. Правильно. Главное, что целый. Да. Или нет. Да, целый, конечно. Или нет. Чего? Мои давай получше суши. Чего хотел? Ты его ментам сдал. Он ничего и не сдавал. Он сам сдался. А я его в первый день спалил, когда он чай заваривал. Целую пачку в чайник высыпал. Путешественник. Кого обсуждаем? Ты что, тоже в курсе был? Конечно. Но ты прикинь, из Владика на Аляску, через Берингов пролив. Если у него была такая легенда, надо было хотя бы в карту заглянуть. Ну да, ну да. Слушай, а с ментами ты круто придумал. Ничего не скажешь. Видели бы вы лицо Вовочки. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Ха-ха. Ну, ходи-ка сюда. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ